24 декабря исполняется 10 месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И впервые Владимир Путин публично употребил слово «война», говоря о происходящем. При этом Институт изучения войны утверждает, что общая риторика российского президента не изменилась. И это часть информационной кампании, отрицающей легитимность Украины как суверенного государства. Снова зима с ее морозами, и после 10 месяцев конфликта театр военных действий напоминает картины начала войны в конце февраля. С той лишь разницей, что российские войска сейчас занимают оборонную позицию на большей части фронта, за исключением Бахмута. Именно этот город в Донецкой области был главной целью российского наступления в течение нескольких месяцев. С конца мая, отмечают эксперты, российские войска постоянно расходовали боевой состав на то, чтобы взять небольшие населенные пункты вокруг Бахмута. В последующие полгода им удалось продвинуться лишь на несколько километров. Институт изучения войны утверждает, что Украина удерживает инициативу. Давайте посмотрим, как она ее вернула. Вот три контрнаступления за последние 10 месяцев. С начала битвы за Киев. Украинская армия оттеснила российские войска от столицы и вернула Киевскую область к концу марта-началу апреля. Затем, застав Кремль врасплох, скоростью и динамикой продвижения украинские войска вернули контроль над Харьковской областью. Ну а затем наступил черед Херсонской. Контрнаступление Украины на южном направлении продолжалось одновременно с Харьковским. Город Херсон – единственная областная столица, которую российским войскам удалось занять с 24 февраля. Этот город был освобожден 11 ноября. В октябре Россия открыла новый фронт, запустив сотни ракет и беспилотников по критически важной инфраструктуре Украины. Организация Объединенных Наций заявила, что половина энергосистемы страны вышла из строя из-за массированных российских обстрелов, подвергая риску миллионы людей. Специалисты Института изучения войны считают, что зимняя погода не станет препятствием для боевых действий в Украине. Напротив, дальнейшие оперативные успехи украинской армии зависят от способности последовательно и без перерывов продолжать военные операции в течение зимы. 2022-2023, без перерывов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...